здравствуйте друзья попытаемся подвести в очередной раз итоги этой недели правда возьмем наверное еще событие которое случилось в прошлую пятницу до выпуска нашего нашего предыдущего видео касающиеся санкции сша в отношении игоря коломойского поговорим о новом заседании совета национальной безопасности и обороны проанализируем политические тренды пытаемся сделать это коротко и динамично чтобы было всем понятно и не отобрало много времени поехали прошлую пятницу государственный департамент сша заявил о том что они применяют санкции внести санкционные списки игоря коломойского и его семью санкции ограничиваются пока что только лишением права посещения сша то есть фактически отозвали коломойскому его семье визы история на первый взгляд хотя и прозрачная все чудесно знают как и в каких сегодня сложных отношениях находится игорь валерьевич с американским правосудием с американским политическим истеблишментом идут борьба исков в американских судах сша пытаются национализировать активы коломойского на своей территории прежде всего это разного рода офисная недвижимость обвиняя его в том что эти активы были приобретены за отмытые незаконно выведенные средства вкладчиков приватбанка коломойский подвал буквально месяц назад встречный иск и требует от сша компенсации в 30 миллионов долларов за то что сша и нарушили конвенцию по защите прав инвесторов которая существует между сша и другими государствами но это только на первый взгляд на самом деле проблема глубже потому что если посмотреть в историю коломойско-американских отношений то с 2008 по 2015 год коломойский не имел визы сша то есть и в 2008 году его этой визы лишили уже то в то время обвиняя его в отмывании преступных денег только по визу коломойский в 2015 году получил только в результате нахождение взаимопонимания ли сговора с в треугольнике пётр порошенко игорь валерьевич коломойский и посол сша в украине напомню вам что в 2015 году порошенко попытался уволить коломойского с должности депропетровского губернатора в ответ команда коломойского едва ли не учинила новый майдан помним все те истории с митингами с призывами собираться на новый майдан помним эту историю с коломойского в окружении автоматчиков заходящего в офис укрнефти и в итоге этот новый бенья майдан едва ли не не завершился серьезным кризисом для петра порошенко и то и и кризиса не случилось только во многом благодаря вмешательству американского посла в украине именно он развел стороны по углам коломойский оставил должность депропетровского губернатора сохранив при этом свои активы и получив для себя и своей семьи визы сша наконец-то посетив любимые очень баскетбольные матчи и места развлечения внутри этой чудесной страны это было при обаме байдене вот такой такая договоренность была достигнута уже при трампе фактически случилась национализация приватбанка которая разрушила эти договоренности ну по крайней мере так это воспринимает группа приват и фактически при трампе были начаты активные расследования дел в отношении коломойского была надежда наверное у игоря валерьевича в отношении того что при демократах можно будет вернуться к старой доброй дружбе старым новым добрым договоренностям но этого не случилось и сегодня уже демократическая администрация посылает сигналы офису президента украины в отношении того что коломойский им не друг почему так случилось сложно достоверно сказать но я не исключаю что в этой борьбе за приватбанк коломойский вышел за определенные рамки атакуя антикоррупционную структуру западных партнеров набуса васу атакуя позиции международного валютного фонда и западных кредиторов которые поддержали национализацию приватбанка мне кажется что коломойский вышел за рамки позволенного поля для политического маневра и как итог все стороны сегодня считают что те договоренности разрушены они больше сегодня не не функциональны коломойский и считают что на нее виновны виновен не он ведь у него отобрали банк начали против него расследование западные партнеры считают что коломойский сделал очень много для подрыва западной инфраструктуры в украине политической экономической и по этому виновен он в конце концов западные партнеры думают что коломойский стоял за зеленским и небезосновательно в его победе над порошенко который пара который был для них своим человеком нынешние санкции в отношении коломойского имеют очень ограниченный эффект то есть только отзыв виз сша на самом деле могли бы намного дальше пойти в части блокирования активов по всему мира объявляя миру объявление в розыск преследованию ближайшего окружения коломойского но они по этому пути не пошли возникает вопрос а почему а скорее всего потому что сша коломойского собираются додавливать используя свои правовые инструменты суды прокуратуру министерства юстиции а нынешние санкции госдепа это такой себе своеобразный тест для владимира александровича зеленского его команды тест на независимость от коломойского ведь действительно много кто на западе особенно окружение демократов считают что коломойский не просто является точкой опоры для зеленского но коломойский стоит за спиной зеленского и вот объявляя эти санкции они таким образом тестируют самого зеленского насколько он свободный от коломойского и для зеленского действительно эти санкции это серьезная политическая растяжка ведь подавить и сети по логике партнерства с сша если если зеленский ориентируется на сша вслед за этими санкциями обвинениями прозвучающими в коррупции коломойского на на должности губернатора эту коррупцию в 2015 году сша не видели но между тем вот это если за этими обвинениями должно идти расследование внутри страны украины должно наверное должны быть какие-то могут вводиться какие-то санкции в отношении активов коломойского но в то же время зеленский чудесно понимаешь то есть он пойдет этой дорогой то он вызовет серьезный кризис политической системе экономические и медийные информационные инструменты и тот же канал 1 плюс 1 коломойского способны нанести необратимый либо даже клубы фатальный ущерб репутации власти и вот и тип и скажем так идти по логике американских партнеров это означает создавать возможно серьезный кризис внутри страны кроме того что игорь валерьевич еще очень много знает лично о владимире александровича не идти по этим санкциям или защищать коломойского это означает создавать кризис внешними партнерами вне теми внешними партнерами которые в любом случае будут поддерживать украину военные экономические и так далее но могут не поддерживать украинскую власть могут сделать вид что эта власть для них чужая и в нашей политической системе для того же петра порошенко арсения яценюка алексея алексея гончарука понимание того что зеленский не воспринимается на западе будет означать как команда политическая фас команда для политической атаки и такой таком ситуации досидеть до конца своего срока будет достаточно сложно вот в такой деревне находится украинский президент вот такой тест купера или как угодно придумали для него западные партнеры не сильно судьба коломойска в дальнейшем и будет зависеть того что будет делать президент какую модель реакции он изберет в этой ситуации пока что молчание госдепа сша отсутствие переговоров и даже разговора банального 30 секундного между байденом и зеленским выглядит очень многозначительно и интригующе выглядит как то что пока что зеленскому в новой американской администрации относятся достаточно прохладно но надо принять во внимание что не просто плох прохлада но и поступают не очень хорошие сигналы в отношении окружения зеленского целую неделю фактически украину интриговали расследованием белинкет международной расследовательской группы за которой как говорят стоят спецслужбы стран большой семерки и я якобы в этом расследовании по итогам этого расследования которое проводится по так называемому делу вагнеровцев помните когда в беларуси задержали людей которые принимали участие в боевых действиях на востоке украины которые якобы там ехали куда-то в теплые края охранять вышки якобы этих людей должны были задержать в украине но операция была сорвана вот интригуют многие источники интригуют сегодня украину тем что в этом расследовании белинкет в обвинять в срыве этой спецоперации которые готовили готовили спецслужбы зеленского и его окружения конечно если это случится хотя мне кажется пока что это не главный вариант развития событий но возможный вариант развития событий если это случится то это для зеленского будет означать серьезный кризис западными партнерами серьезный кризис с правами с улицей с патриотическим блоком украинской политики мне кажется что это давление молчание байдена и давление через белинкет это едва ли не главные инструменты подталкивающие сегодня зеленского на завинчивание гаек то что происходило вокруг телеканала вокруг пзж многих других фигур шарей бывшие наши военные крымская проблематика все это все эти элементы закручения гаек мне кажется призваны убедить западных партнеров и украинское общество в том что зеленский не агент фсб свое время такую эту игру уже разыграли с трампом трамп вынужден был весь свой срок убеждать окружающих что он не агент кремля и на самом деле по итогу ввел намного больше санкций нежели ввели не находящиеся в этой в этой политической ловушке демократы свое время вот этой ловушке доказывания что ты не не агент не кремлевский агент мне кажется это ловушкой подталкивает зеленского на очень многие радикальные действия начинают санкции заканчивая запущенным новым механизмом о пересмотре дел уголовных в отношении ветеранов а то лидеров права радикальных групп попытка подружиться попытка быть более антироссийским нежели порошенко попытка доказать что я не такой что у меня нет связи с москвой вот вот что прослеживается последних действиях власти на этой неделе было заседание с нбоу то она развивалась в принципе в рамках этой же стратегии но обещанного бабаха не получилось мне кажется что вообще заседание с нбоу как и формы украина 20 украина 30 украина 2030 эти форумы себя в значительной мере исчерпывают информационно не вызывают все меньше меньше внимания и все меньше эксклюзива потому что информационного звучит на этих мероприятиях но между прочим на заседании сбоу были интересные вопросы прежде всего наверное это вопрос который касается национализации мотор сичи об этих планах заявлено что на мотор сич будете не цилизировано мне кажется что это такое соломоново решение между отдать этот эту компанию китайцам китайским инвесторам или или оставить эту компанию ликвидировать эту компанию передать в управление западным партнером вот попытка найти такое соломоново решение но с одной стороны как бы она понятна с другой стороны она чревата и продолжением международных исков исков в отношении национализации уже в отношении украинского государства которое берет на себя эту ответственность международных судах китайцы уже выкатили исков на несколько миллиардов я думаю они будут продолжать бороться международных судах и них будет очень хорошие шансы в этой части выиграть сама же история мотор сичи очень сложная там есть и семейный конфликт и и политический конфликт и элементы недобросовестной экономической конкуренции пока что не могу об этом всем рассказать как-то обязательно расскажу там там ситуация намного сложнее нежели она кажется на первый взгляд вторым интересным решением но кстати мне по национализации это на решение национализации должны еще принять или суды или правительство на них ляжет вопрос защиты потом этого решения вторым интересным решением было решение с нбу дать поручение правоохранительным органам расследовать по статье 111 уголовного кодекса государственная измена голосование депутатов и вообще ратификацию харьковских соглашений напомним что в апреле 2010 года парламент 236 голосами ратифицировал харьковские соглашения которые продляли срок перебывания черноморского флота российской федерации на 25 лет с 2007 17 до 2042 года кстати соглашение до сих пор действительны никто их до сих пор не отменил но тут есть определенная логика потому что россия со своей страны отменил эти соглашения но украина не признает этой отмены и сама считаете соглашение действительными логика состоит в том что по по этим соглашениям украина делает вид что россия признает украинский статус крыма россия договаривается с украиной о размещении своего флота в украинском севастополе ну вот так вот такой политико-юридическое позиционирование наверное является причиной того что эти соглашения до сих пор не отменены но между прочим список депутатов которые проголосовали за это решение очень интересный конечно там и все регионалы коммунисты этого этим никого не удивишь но там есть интересные фамилии ну например действующий исполняющий обязанности фактически главы конституционного суда сергей головатый будет ли в отношении его расследование не будет сложно сказать в его с офисом президента у него вроде бы все хорошо губернатор одельской области гриневецкий недавно назначенный президентом на эту должность литвин геркач экс-собственник прямого макеенко ахметов очень интересные эти списки мне кажется что что и мне кажется что эти списки это самое важное в этом процессе почему потому что юридически притянуть к ответственности депутатов за это голосование не возможно даже в рамках нашей политической системы потому что 80 статья конституции украины устанавливает что депутаты не несут никакой ответственности за свои голосования то есть юридически невозможно притянуть но политические оппонентов атаковать и дискредитовать дискредитировать вполне можно не зря же на заседании на брифинге по итогам заседания совета национальной безопасности обороны данилов передавал привет и литвину который сегодня владимиру михайловичу литвину который сегодня борется за должность ректора университета имени дараса григорьевича чевченко кроме того безусловно это может быть определенный привет и петру порошенко тому петру порошенко который ходе не голосовал за соглашение но активно их поддерживал сама активация темы харьковских соглашений этой активации того что порошенко них поддерживал в свое время информационно-то безусловно против него будет использовать кроме того это попытка разыграть патриотическую карту показать насколько вы патриоты даже Предыдущая власть этого вопроса не поднимала, а вот мы поднимаем. Мы настоящие украинские патриоты в отношении от бывших. Ну и третье, конечно, это разогрев ситуации под крымскую платформу. Соседание, которое будет организовано где-то в преддверии или после Дня Независимости. Раскачивание от этого крымского вопроса. С юридической точки зрения поэтому не имеет никакой составляющей перспективы. С политической информационной, очевидно, будет использоваться как инструмент дискредитации нужных людей, давления на ненужных людей и так далее. Еще одно интересное решение СНБУ это создание центров продвижения и дезинформации. Напомню, что с этой идеей носятся в нашей стране где-то с 2016-2017 года. Раньше Министерство информационной политики Минстед знаменитый, хотели создать при себе. Потом Министерство культуры собиралось создать этот центр как свою структуру. Потом деньги, которые продланировались на финансирование этого центра, получили целый спектр общественных организаций в Украине. Стоп Фейкс, Детектор Медия и т.д. и т.п. Они получали эти грантовые деньги. Наконец-то этот центр создан при Совете национальной безопасности и обороны. В связи с этим у меня возникают вопросы, какими дополнительными полномочиями будет обладать этот центр. Ведь уже сегодня те вещи, то есть фальсификация информации, работа против украинского государства, против информационной безопасности, они уже сегодня регламентированы законами ОСМИ и Уголовным кодексом Украины. Уже сегодня правоохранительные структуры и нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания занимаются практическим применением этих норм закона. И эта законодательная база очень велика. Ее абсолютно достаточно для того, чтобы активно бороться с этими негативными проявлениями. Поскольку эту законодательную базу не меняют, сам центр не превращают в какой-то полноценный государственный орган. Законодательство под него не создается. Сам совет национальной безопасности и обороны, при котором подразделением которого будет этот центр, не имеет каких-либо особенных полномочий, это консультативно-совещательный орган, возникает вопрос, а для чего этот центр, а что он будет делать? По заявлениям Данилова этот центр будет заниматься такой себе информационной аналитикой, вести списки враждебных нарративов, вести рейтинги фейков, заниматься факт-чекингом, то есть проверка достоверности и недостоверности информации. Но я боюсь, что при такой постановке вопроса этот центр может легализировать многие из тех ярлыков, которые сегодня гуляют в СМИ. Разного рода списки Бюткевича, разного рода публикации, абсолютно фейковые публикации, на помойках типа тексты орг, миротворец. Вот для этого нужен этот центр. Если он нужен для чего-то другого, пускай он работает по закону, введите его в законодательство, наделите его соответствующими полномочиями. Если это просто инструмент новой информационной борьбы, с попыткой легализировать ярлыки, которые навешивают на оппонентов, ну это будет просто означать еще усиление информационного и политического кризиса в нашем обществе. Мы как общественная организация обратимся в Совет национальной безопасности и обороны и предложим свои услуги и сотрудничество своих специалистов для работы в этом центре. Потому что если это государственное дело, если это дело направлено на реализацию национальных интересов, давайте делать вместе. Если это узкая политическая конвентура инициатива определенных политических сил, создание такого себе товарищески народного суда для введения санкций и легализации списков миротворец, но тогда это не может называться демократией. Но посмотрим. Спасибо, друзья, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Всегда будем говорить только о важном, максимально сжатое и конкретно. Ну и следите за графиком онлайн-трансляции в понедельник в 17.30 или в четверг в 17.30. Как получится, обязательно еще выйдем онлайн и отвечу на все ваши вопросы. Смотрите еще за группой Community, за вкладкой Community на YouTube-канале. Там я ставлю все свежие видео, которые выходят на традиционных медиа, на других YouTube-каналах по ходу моей работы. Спасибо вам, до новых встреч!